Международные гранты и кредиты расходуются нетранспарентно, а большая их часть расхищается, заявили сегодня представители Комитета по защите Конституции и Демократии, которые провели акцию протеста перед зданием правительства. За два с половиной года пребывания у власти Альянса за европейскую интеграцию внешний долг Молдова вырос до 1 миллиарда 200 миллионов долларов США. Те, кто погрузил страну в бездонную долговую яму, должны понести соответствующее наказание, заявили представители гражданского общества и потребовали от премьера создать национальную следственную комиссию для проверки использования кредитов и грантов. Не существует ни одного государства, ни одного правительства, которое не получало бы займы кредиты и международную финансовую помощь. В этом смысле молдавская исполнительная власть во главе с Владимиром Филатом особенно потрудилась, говорят представители гражданского общества. Внешний долг Молдовы уже составляет 1 миллиард 200 миллионов долларов США. Но кредиты и займы наделены смыслом лишь тогда, когда они используются рационально и направлены на развитие страны, уверены представители комитета по защите Конституции и демократии. Когда сотни миллионов выбрасываются в потребительский сектор, мы видим, что нет ожидаемых экономических результатов, не создаются новые рабочие места, в республике Молдова отсутствует производительная способность. Негативные последствия, которые мы наблюдали в прошлые годы, преобладают. В этих условиях мы задаемся вопросом, есть ли в этой международной помощи смысл. В условиях узурпации власти, когда страной правят олигархические группировки и все финансовые средства расходуются нетранспарентно и оседают в карманах госчиновников, смысл от международной помощи, да и реформирования государства ждать не стоит, говорят представители гражданского общества. Я лично не видел никаких реформ, ни повышения заработных плат, ни пенсии, ни нормальных дорог, ни улучшения инфраструктуры, ни транснациональных проектов. Ничего конкретного, лишь напрасная трата денег и погружение граждан республики Молдова в долговую яму. Мы наблюдаем абсолютное отсутствие транспарентности, несмотря на то, что с 2008 года у нас существует закон о транспарентности. Он не работает ни на уровне министерств, ни на уровне местных публичных администраций. Мы не видели ни одного подобного отчета. На воскресном митинге Комитет по защите Конституции и Демократии принял резолюцию, в которой потребовал от Владимира Филата создать национальную следственную комиссию для проверки использования кредитов и грантов. Сегодня представители комитета вновь напомнили премьеру о своих требованиях, направили главе Кабмина петицию. «Требуем от вас, господин премьер-министр, обратить внимание на наше предложение по созданию комиссии, которая тщательно изучит, на что были потрачены средства от международных доноров и составит соответствующий отчет по этому вопросу». Представители правительства петицию приняли и обещали рассмотреть. «Они, как и все граждане, могут направлять нам петиции, а мы ее рассмотрим». В то же время у представителей общественности возникли сомнения не только относительно возможности осуществления адекватного контроля за распределением сотен миллионов долларов, полученных от внешних кредиторов. В своем письме они указывают на полную подконтрольность нынешним властям таких структур, как Госканцелярия, Минфин, Счетная палата, Генпрокуратура и Центры по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, которые тем или иным образом вовлечены в процесс управления и контроля за расходованием займов. В таких условиях, заключают представители комитета, возникают подозрения по поводу возможных хищений финансовых средств в особо крупных размерах.